Ребят, всем привет! Я Димас, оператор Антон. И сегодня мы попробуем трендовые котлетки из ТикТока от бабушки. Бабушка готовила, я видел такое видео, оператор тоже видел. Ну, как бы все, может, видели, она много миллионов просмотров. Бабушка готовит котлеты с рыбой, с лососем, там с каким-то, я не знаю, ну с красной, короче, вот это рыба, я уже не помню. Почему-то после этой бабушки все стали котлеты готовить. Я не знаю, как бы с чем это связано, может бабушка такая прикольная. Мы, как всегда, опоздали за всякими трендами. И вот у нас появился, наконец-то, вот консервы красной рыбы, мерка, вот мы используем мерку. От Валерия рис, взяли самый простой, какой-то кубанский, вот он, посмотрите, он такой прям липкий. Ну, как для суши, ролл, там, я не знаю, япон, как называется. Ну, короче, чуть-чуть переварили его, разваристый рис, не пропаренный, короче, нужен. Не как для плова, обычный ведь он клейкий, ну, как бы самый дешевый рисок. Вот мерка, я сказал, лук будет использоваться, ингредиентов немного будет в этом видео. Лук репчатый, самая дешевая у нас, вот панировка, красная цена, как бы, ну, как у бабули, откуда у бабули другая панировка. И яичко, яйцо. Будем использовать, как бы, стандартный набор. Соль мы не будем использовать, потому что мы уже посолили рис, предварительно, когда я варил. Консервы попробовали, она достаточно соленая. И, как бы, нам, ну, максимум, можно зелень добавить, там, если вы хотите, перчик какого-нибудь там, молотого. Мы ничего не будем добавлять, сделаем вот здесь, раз, два, три, четыре, пять ингредиентов, ну, плюс масло, шесть. Что для этого нам нужно? Нужно воду слили мы из консервов, сок. Кости не стали вытаскивать, ну, можно вытащить, если вы считаете, что некрасивый, можно вытащить. И все чуть-чуть помнем, и все переваливаем в наш рис уже целую баночку. Где-то, наверное, стакан риса у нас был тут в сухом виде и банка консервов, там, сколько-то, 175 грамм, да, или больше. Ну, и все вот это все мнем, чтобы нам было удобно лепить котлетки. Нарежем лучок. Лучше лук, как бы, нарезать потоньше, поменьше, либо, если есть возможность, натрите на терочке его. Чем мельче, тем лучше, чтобы удобно нам было, ну, как ресинки, такой размер, чтобы было все одинаково, чтобы удобно было лепить нам котлетную массу, из котлетной массы котлетки. Ну, такой размер, примерно, пойдет. Кто знает, делают котлеты, сильно очень отличается по вкусу сырой лук, когда вы добавляете, и обжаренный в котлеты. Один сладкий, другой становится такой не сладкий, да, вот этот сейчас сырой. Из-за этого лучше, если вы не любите такой свежий лук, ну, обжарьте его, на сливочном масле будет вкусно, будет более сладкий он. Мы решили делать именно как у бабушки, и бабушка не обжаривала лук, она добавляла сырой, так что так, у нас будет такой лучок. Добавляем яичко, и все перемешиваем хорошо. Ну, вот мы перемешали, смотрите, у нас однородная масса получилась такая. Достаточно много консервов, как бы, хорошо. Для удобства, я думаю, еще пойду руки на мачу, да и делаем обычные котлетки. Чуть тепленькие даже. Все равно липнут. Ну, такие обычные котлетки укушаются. Ну, такие вот сандартные котлетки укушаются. Мы налепили немножко котлеток, будем сейчас жарить их. Ну, вот, сейчас раскалится сковородка, будем будем жаривать обычным способом переваривать. Добавляем маслице и жарим наш котлет. Вот это очень нежный получается. Очень нежный. Маночки можно добавить еще. Ну, бабуля не сказала, мне не надо что-то добавлять. Мы не будем добавлять. Делаем по ее рецепту. Так что, все вопросы к ней. Ну, на среднем огне жарим. Это все готово, в принципе, продукция у нас, кроме яйца. Ну, яйца сырое, это же съедобное. Так что жарим минуты по 2-3, ну, для котлера, для красоты, чтобы сделать красоту. И уже потом будем пробовать. Так маслица может побольше наличь, чтобы так обжарилось. Вот так делаем, переворачиваем обычным способом. И все, и потом еще несколько раз перевернем, чтобы более колернулись красивые кушать. Ну, в принципе, нормальные, красивые котлетки. Очень нежные, да, их надо аккуратно прям дрогать. Ну, как и куриные, да, кто жарит, почти похоже. Чем меньше влаги, короче, у этих котлетов будет, тем вам удобнее будет их переворачивать и лепить. А так все красиво, запах приятный, достаточно стоит. Ну, вкусными консервами пахнут, по крайней мере. В плане того, что они стали на запах вкуснее, чем вот открытые, жаренные они на ногу с ним. Ну, для меня лично, я не хочу сказать ничего. Это друг другу. Друзья, мы пожарили наши бабушкины котлеты. Такие смешные получились, на самом деле. Ну, запах вообще отменный. Ну, на вид, как бы, ну, курица вообще. Прям вот, без бэ, куриные котлеты, панировка. Ну, лучок чувствуется, поджарился, да, такое вот. Обратите внимание. Обратите внимание вот на этот лучок. Как бы, ну, вид симпатичный вообще. Будем пробовать такие хрустящие. Такая тема рыбной беточки была, мне кажется, в Советском Союзе. Не знаю, из консервов тогда делали или нет. Но, мне кажется, вот что-то есть такое. Главное, чтобы вот рис прикольный, возьмите. Никакую химию, там, китайскую, вот это, который горит, черный становится при нагреве. А обычный наш кубанский рисочек какой-нибудь, возьмите все. Кому жареный рис нравится, такое блюдо есть. Очень прикольно. Беточки жареные, точно беточки. Бабушке респект. Хороший рецепт. Нежные котлеты, прикольные. Все, рецепт удался. Если хотите, сделайте, попробуйте. Есть желание у вас. Так что, вот, типа, проверка рецептов у нас была. С ТикТока. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. Оператор Антон. Пишите комментарии. Очень рады всем. Увидимся. Пока-пока. Есть вкус рыбы. Да, конечно. Есть вкус рыбы.